Всем привет, с вами Дмитрий Урсул и добро пожаловать в мою скромную студию. В этом ролике я хочу рассказать о том, что у меня произошло за 2023 год с точки зрения покупки нового оборудования и вообще показать наконец-то то, на чем я работаю, как я работаю. В общем, давайте об этом поговорим в этом ролике. Помещение у меня довольно небольшое и самое главное, что здесь еще на этапе ремонта было сделано дополнительное звукопоглощение, которое встроено в стены, также пол чуть звукоизолирован, но и конечно же вот эти панели, которые над головой и по стенам, это все сделано компанией EFRECORD. Очень рекомендую, потому что ребята делают по индивидуальным заказам, у меня здесь нестандартная ситуация, например, басовые ловушки сделаны вообще по уменьшенным размерам, чего стандартно как бы так не делают, но ребята приезжали, все замеряли, мы смотрели, думали, как лучше расположить здесь пространство, чтобы было комфортно работать и вот сделали такой набор звукализационных панелей и конечно же стол. Это просто жемчужина, наверное, моей комнаты, потому что этот стол реально уникальный, сами ребята даже в такой модели, в такой конфигурации его никогда не делали, потому что здесь есть рэковые дуги, которые я просил прям специально по заказу, сколько мне нужно слотов для приборов и все по высоте также подходит, чтобы мне было удобно работать с мониторами. В этом году я обновился и купил себе Mac Studio, давно хотел, до этого я работал на Hackintosh, который собирал еще 10 лет назад и постепенно обновлял, но я устал от этого и решил все-таки перейти на Mac Studio. Я давно присматривался, приглядывался еще с тех пор, как появились первые Mac Studio на M1 и вот в этом году решил взять на M2 Max. Очень доволен, то есть вот уже полгода я работаю на нем, вообще никаких проблем, бесшумные, вообще ни разу кулеры не включались, я даже их не слышал. Но единственное, нужно быть готовым к периферии, то есть у него довольно большое количество входов USB Type-C, Thunderbolt, обычный USB есть, но так как у меня очень много устройств, очень много всякой периферии, как вы видите, синтезаторов, все это подключается, как правило, по USB и, конечно, мне приходится использовать большое количество разных USB расширителей, дополнительно подключать их один в другой, но на самом деле поначалу это было сложно, но потом все получилось и все работает идеально, то есть прямо macOS не тупит, не глючит, все работает четко, все синхронизируется, так что может быть немножечко выглядит колхозно, когда так смотрят, что все это подключено, но у меня все это спрятано за монитором, поэтому я это особо не вижу, поэтому все хорошо. Ну и, конечно же, жесткие диски, то есть у меня есть часть внешних жестких дисков, у меня есть также специальный купленный док-станция для отдельных жестких дисков больших, где я храню всю информацию, там всякие архивные проекты, библиотеку сэмплов, еще много чего, то есть это у меня хранится все на отдельном таком вот, очень, кстати, удобном, подключаемом по Thunderbolt такой удобной док-станции, которую я использую, всегда можно выдернуть какие-то диски, заменить, вставить, в общем, очень удобно, а можно его вообще не включать и работать просто с встроенным диском. И также я использую SSD для реальной работы от Samsung, тоже им очень доволен, подключается напрямую по Thunderbolt, очень большая скорость и на нем я вот именно работаю через Logic, то есть все проекты воспроизводятся с него, а потом уже я все скидываю на архивный диск для хранения, очень удобно. Теперь пару слов о том, как я все вот это вот, весь этот набор синтезаторов подключаю, на самом деле все это работает, может работать в реальном времени через Logic, то есть у меня здесь есть MIDI-клавиатура Atakai, которая у меня может управлять, собственно, вообще всем, что у меня здесь представлено, то есть у меня все подключено по MIDI, для этого я использую вот такой контроллер Mio, через который у меня подключается до 10 MIDI-портов классических, это я использую для всяких старых устройств, которые, естественно, по USB не подключаются, подключаются только через MIDI, а все новые устройства, например, у меня целая коллекция от Behringer здесь, они, естественно, подключены по USB и все подключены через вот те самые USB-хабы, про которые я говорил, то есть та самая периферия, все работает отлично, никаких проблем. Это что касается MIDI-синхронизации. Теперь по поводу аудио. У меня моя звуковая карта, такое, можно сказать, сердце моей студии, это RME Fireface 802, часть устройств вставлена в нее напрямую в линейные входы сзади, ну а часть устройств у меня идет через специальные ADAT расширения, вот у меня их здесь 16 каналов Behringer'овские, как видите, у меня здесь все подписано, каждый провод, каждый вход, это очень удобно, то есть один раз подключил, подписал и забыл, то есть уже знаешь, где у тебя что. Соответственно, все это идет напрямую в карту, и также у меня есть еще второй, вторая звуковая карта, скажем так, это цифровой микшер тоже от Behringer XR18, который обычно все используют немножко для других целей, но я его использую как гибридное устройство совместно с RME, то есть агрегатное устройство, я, кстати, на канале записывал ролик, как создавать агрегатное устройство в macOS, это очень удобно, и, по сути, у меня как дополнительные входы идут, то есть еще 18 каналов на вход, и часть синтезаторов у меня подключена именно в этот Behringer, и RME у меня раздает синхронизацию, и все работает вот через RME, оцифровывается и записывается в тот же самый Logic, то есть все синтезаторы могут быть одновременно включены, одновременно я могу ими управлять по MIDI со своей MIDI-клавиатуры, и все может быть записано через вот эти две звуковые карты в Logic, что очень удобно, и я неоднократно этим пользовался в своих проектах. Теперь, собственно, мониторинг, через что я работаю. В этом году я также обновился, до этого я работал на Focal Solo 6 стареньких, Solo 6 BE, которые вышли еще лет 15 назад, был ими очень доволен, но в прошлом году вышла новая линейка 2022 года, и я очень ее хотел заполучить, и благодаря ребятам из United Music, которые мне, кстати, сделали небольшую скидку, за что им отдельное спасибо. Вот я достал такую пару мониторов Focal 2022 года, это абсолютно свежак, скажем так, я уже, ну, на них тоже работаю несколько месяцев, очень доволен, звук просто чистейший, очень крутой, в общем, реально стоит своих денег, хоть и не маленьких, но все-таки стоит. Также есть дополнительная пара Avantone, которыми я просто иногда проверяю средний диапазон, ну, это так называемый shit-контроль, но я им не часто пользуюсь, они у меня не всегда включены, но вот ими пользуюсь. И также у меня внизу здесь стоит сабвуфер, который тоже у меня работает в паре, соответственно, с моими основными мониторами, тоже Focal из линейки 6, правда старый, не новый, но для сабвуфера они, в принципе, все линкуются, и я не вижу смысла покупать новую модель. В общем, я доволен своим сетапом, у меня здесь все отстроено по частотам с помощью Sonarworks, так что работать одно удовольствие. Далее, мониторный контроллер, тоже очень крутая покупка, я купил его еще год назад и вообще ни разу не пожалел, его многие рекомендуют, и у нас в чате, в Telegram-чате, кстати, если вы еще не там, то обязательно вступайте. Мы обсуждали не раз этот контроллер, я им очень доволен, здесь можно включать любой набор до трех пар мониторов подключать, еще отдельно, что мне очень удобно, подключать сабвуфер, что действительно нужно, то есть я могу отключить сабвуфер одной кнопкой, обратно его включить, при этом я даже могу сабвуфер включить совместно с аватонами и это все делать вот просто с этой панели, очень удобно, также здесь есть mute, естественно, ручка громкости, есть выходы на наушники, я ими не пользуюсь, потому что у меня все идет через звуковую карту, но если вдруг кому-то будет нужно, вот тоже классная история. Ну и по наушникам у меня AKG 712K Pro, ими пользуюсь, но правда я в наушниках работаю очень редко, скорее просто проверяю финальный мастер по басам, по высоким частотам, вот ими пользуюсь, иногда использую еще RealFonts вместе с ними, чтобы просто четкую частотную характеристику слышать. И у меня дополнительные наушники есть, это Focal Listen Pro, тоже именно пользуюсь, закрытого типа, но тоже довольно у них интересная частотка, в них очень хорошо пространство слушать, насколько там не переборщил ли ты с ревером или что-то типа того. Тут у меня гитарный уголок, здесь есть небольшой набор из гитар, которыми я чаще всего пользуюсь для записи, также усилитель, иногда с него прям записываю гитарный звук, то есть ставлю микрофон и записываю с него живое звучание, но чаще, конечно, пишу в линию, прям напрямую в карту. У меня здесь также представлен педалборд мой, которым я пользуюсь с процессором Line 6. В общем, в принципе, это оборудование у меня более чем хватает, чтобы записать любой гитарный звук, также использую плагины в Logic, любые, которые у меня есть. Так что, в общем, для гитары здесь тоже есть где разгуляться. Пару слов про MIDI-контроллеры. Я уже рассказал про AKM PK249, я им очень доволен, потому что здесь, во-первых, есть фейдеры, которые я настроил на управление Logic, то есть можно прям в микшере микшировать в реальном времени этими фейдерами. Также у меня есть вот такой вот контроллер от Novation, который я использую часто для того, чтобы, например, работать с Live Loops. Об этом я записывал курс Logic Pro на практике, кто не видел, посмотрите, про MIDI-устройства и про Live Loops. Я там рассказывал, как я использую вот эти два контроллера, собственно, для работы и взаимодействия с Logic. И, конечно же, Logic Remote используют через iPad Air 2022 года. Тоже очень удобная вещь, как подспорье, чтобы работать с сессией, то есть также работать с фейдерами или, может быть, проверять что-то, прописывать автоматизацию. То есть тоже очень удобно. И про это тоже записывал курс, тоже из серии Logic Pro на практике. Так что, если вы пропустили, переходите по ссылке в описании. На Boost, кстати, все эти курсы доступны. Так что, можете тоже применить себе на практике. Пара слов про мою коллекцию синтезаторов. Собирал я ее несколько лет, что-то продавал, что-то менял. Здесь у меня такой, одна из моих гордостей покупки, потому что долго его искал. Это Roland GX-8P 1985 года. Очень крутой синтезатор, много чего на нем озвучиваю. Также здесь, у меня есть из старичков внизу, Cork DW-8000, тоже 1985 год. Потом у меня есть Hammond Argan, которым тоже горжусь, потому что он есть далеко не у каждого. Дальше у меня идет полка новых синтезаторов от Behringer. Просто ими пользуюсь, потому что им очень удобно пользоваться. Они синхронизируются также по USB, то есть очень удобные девайсы. Есть также от Behringer Poli-D. Очень крутой инструмент, даже круче, чем я думал, когда его покупал. То есть у него есть очень классная возможность, которая даже не была у оригинального Minimoog. И тут небольшая коллекция у меня Drum Machine. Эта Drum Machine вообще из 83 года. Одна из самых первых, в которой появился MIDI-протокол. Очень крутая. На ней написано куча хитов известных из 80-х. То есть вот именно на этой самой Drum Machine от Sequential Circuits. И также у меня здесь есть старушка Roland, 80-го года. Никакого MIDI. То есть чисто ты подходишь, играешь и записываешь напрямую, потому что здесь в MIDI еще нет протокола. Но она звучит просто офигенно. Это орган вместе со струнами. То есть вот вся киношная музыка начала 80-х, саундтреки, вот как раз сделано на таких подобных синтезаторах. С той стороны у меня Monopoly тоже от Behringer. Очень классное переиздание классического корговского синтезатора. Две драм-машины 808 и 909 классические. Ну тоже переосмысление Behringer. Дальше внизу Korg Arp Odyssey. Переиздание от Корга. Очень крутое. И MS-101. Реинкарнация Roland'овского из H-101. В общем, я очень-очень-очень доволен таким набором. Также у меня, конечно, есть кассетная дека, которую иногда используют для записи кассеты. И потом кассету я пропускаю обратно через Behringer, чтобы записать звук с кассеты. Еще несколько синтезаторов у меня есть в рэковом виде. Один из них это DeepMind 12, который я очень доволен от Behringer. И внизу у меня представлены довольно уникальные и редкие инструменты в наших широтах. Это Korg Vocoder, то есть полноценный вакодер от Korg. И рэковая версия синтезатора DX7 от Yamaha, которая тоже позволяет делать все те классические звуки из 80-х. В общем, очень полезно иметь такие железки вместе с плагинами. И по поводу записи вокала. Вокал я записываю вот в такой микрофон вокальный Mojave Audio. Тоже довольно редкий экземпляр в наших краях. Такой крафтовый, скажем так, микрофон. Ну, ему уже лет 10, но очень им доволен, потому что он довольно универсальный. Это ламповый микрофон. Он универсальный, что подходит и мужскому вокалу, и женскому. И очень легко потом обрабатывается. И он у меня подключается через ламповый тоже преамп от DBX, которым я тоже очень доволен. В нем очень классный встроенный компрессор, который в паре с этим микрофоном прям получается очень ровный вокал, удобный для работы, но при этом не лишенный динамики. То есть с ним можно дальше работать, как-то взаимодействовать. Но исходная запись, она довольно получается однородная, без каких-то скачков по частотам, по динамике. То есть очень удобно работать с такой вот вокальной записью. А вот на этого малыша я записываю все ролики для канала Logic Pro Help и для курсов Logic Pro Help. Это обычный Shure Beta 58, но как-то так получилось, что я с него начинал записывать первые курсы и так на нем продолжаю. То есть просто ставлю сюда, сажусь и вам рассказываю новинки про Logic и про то, как с ним взаимодействовать. И не только. В общем, вот такая прямая запись, потом все это обрабатывается, накладывается и вы смотрите курсы от Logic Pro Help. Ну что ж, на этом экскурсия по моей студии подходит к концу. Я снял этот ролик для того, чтобы вдохновить вас на, возможно, какой-то апгрейд. Или, может быть, вы к чему-то присматривались, но не знали, будет ли это работать. И, возможно, мой опыт вам поможет, подскажет, направит. И в заключение хочу вам пожелать в наступающем 2024 году, чтобы все ваши творческие и, в том числе, технические желания сбывались. Чтобы вы находили силы каждый день заниматься своим любимым делом, писать много новой музыки. Ну а если у вас будут какие-либо вопросы по работе со звуком, по Logic, я всегда на связи. Опять же, напоминаю про наш Telegram-чат, где уже почти 2000 человек. Обязательно подключайтесь, если вы еще не там. И всегда пишите мне, задавайте любой вопрос. Я всегда рад помочь советам, решить какую-то проблему с Logic'ом и не только. В общем, будем оставаться на связи в 2024 году. Вас ждет много и курсов, и видео на нашем YouTube-канале, поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, всем хороших праздников, настраивайтесь на хорошую музыку, отмечайте, веселитесь и набирайте сил для новых свершений в 2024. С вами был Дмитрий Урсул, увидимся в новом году. Всем пока!